Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 117. Это наша запись, как и многие другие, были совершены порталом экзегет.ру в актовом зале Срединской духовной семинарии. 117-й Псалом – он последний в сборнике гимнов под названием «Халель» или, как мы еще по-другому его называем, «Египетский халель». Сборник этот состоит из Псалмов с 112 по 117 по синодальному переводу. Автор данного гимна благодарит Бога за победу, одержанную в битве с языческими завоевателями. Перед нами древний гимн, в котором присутствуют отголоски, аллюзии на исход из Египта. Многие современные толкователи признают, что, согласно древнееврейской традиции, данный Псалом исполнялся на ежегодном празднике Кущей. 19-й и 20-й стихи показывают, что, по крайней мере, часть Псалма исполнялась во вратах храма, когда паломники входили через эти врата внутрь для поклонения Творцу. В данном Псалме трудно выявить развитие какой-то богословской идеи. Но, по всей видимости, в нем отражается та последовательность литургических действий, которая была связана с приходом царя в храм в окружении народа. В 1-4 стихах все люди призываются прославлять вечную милость Господа. В 5-м, 21-м стихах речь идет от первого лица единственного числа – «я». Вероятно, что говорящий здесь оратор – это сам царь, который благодарит Бога за то, что тот даровал победу в войне с врагами Израиля и пощадил его жизнь. В 19-м стихе оратор просит разрешения войти в храм, а далее сам себе отвечает на вопрос, кто же достоин пройти через эти врата правды. Прославляет Господа за полученное спасение. В 22-м, 25-м стихах повествование идет от первого лица множественного числа – «мы», из чего делается вывод, что эти слова произносятся «храмовыми певцами» или «всем народом». В последующих стихах появляется голос священника, который благословляет из Дома Господня и приглашает подвести к алтарю жертву. В 28-м стихе снова появляется реплика главного оратора. Псалом заканчивает с обращением ко всем присутствующим славить Господа, «Ибо он благ, ибо вовек милость Его». Таким образом, процессия формируется вне храма. Царь или в последующем лидер общины драматически описывает, как Бог пришел на помощь. Далее процессия перемещается к воротам храма и там останавливается. После диалога между лидером процессии, стоящим за воротами храма, и священниками, стоящими внутри врат, глава группы получает благословение войти и принести жертву к алтарю. После этого вся процессия входит вовнутрь. Псалом начинается и заканчивается призывом ко всем людям славить и превозносить Господа. Для ветхозаветного сознания личность царя была в центре надежд всего народа. Царь должен был руководить армией, чтобы защитить страну от врагов. Поэтому ему давали право первого голоса в храме, чтобы принести личное свидетельство о том, что сделал для него лично и для всего народа Господь. Стиль изложения псалма напоминает гимн Победы Израиля над войском египетского фараона и чудесным переходом по морскому дну. Книга «Исход», 15 глава. Аллюзии на сюжет из книги «Исход» и особая роль лидер общины, который входит в храм в окружении толп народа, дают повод утверждать, что данный псалом родился в период монархии, то есть еще до Вавилонского плена. Затем после плена его текст мог быть немного адаптирован применительно к новым условиям. Эту традицию переписывания псалмов или, другими словами, традицию их адаптации к новым условиям можно проследить и в Новом Завете, где 22 и 25 стихи данного гимна получают ярко выраженное мессианское прочтение. Теперь посмотрим детальнее содержание данного гимна. Первые четыре стиха псалма содержат обращение ко всем слоям населения, посещающим храм, к Дому Израиля, к Дому Аарона и в целом ко всем боящимся Господа. Особенность стиля данного псалма заключается в настойчивых повторениях, важных для автора псалма ключевых слов и выражений. Открывающая псалом фраза «Славьте Господа» встречается в начале 105, 106, 135 псалмов. В 117 она употреблена дважды в первом и в последнем стихах. И так может возникнуть вопрос у читателей славянского текста псалтыри, являются ли синонимами слова «исповедовать и славить Господа». За богослужением мы часто слышим стихи псалмов. «Исповедуйтеся Господу, якоблах, якобовек милость Его». «Исповедовать» значит признать, согласиться, открыть, сделать явным. И в этом случае по содержанию «славословить», то есть прославить, открыть славу, явить свидетельство о том, как Господь сотворил то или иное чудо, эти слова по сути означают одно и то же. То есть в ветхозаветном богослужении, какое бы мы слово сейчас ни подобрали, оно означало одно и то же явление. То есть публично хвалить, словословить и благодарить своего Творца, помощника и покровителя. Поэтому разница в русском и славянском переводе не говорит о разных явлениях. И в этом случае, конечно, стоило бы затронуть вопрос исповеди, практики покаяния в личных грехах, которые совершаются в присутствии священника тайно, не публично. Теперешняя практика покаяния в себе совмещает два древних элемента. С одной стороны, исповедь — это когда человек приходит в церковь для того, чтобы признаться перед кем-то другим или публично в совершенном отступлении от веры. С другой стороны, это то откровение помыслов, которое издревле практиковалось в монастырях, духовникам, даже в том случае, когда духовник не был обличен священным саном и жили они в какой-то пещере вдалеке от приходской церкви. В IV-V веке эти традиции сосуществовали, и публичная исповедь, а исповедь совершалась публично, нужна была тогда, когда человек отступил от веры в Бога, то есть по-другому стал предателем, отступником. И потом община возвращала его обратно, а Василий Великий предлагал еще и дать какой-то срок покаяния, эдак годков 5, 10, 15, чтобы увериться, что человек действительно больше не отступит от Христа. И вот он пред всеми признавался, что он ошибался, обещал верность Христу, обещал верность перед лицом всей общины, что теперь он от веры не отпадет. И такая исповедь по преимуществу была связана с исповеданием веры, а не частных аморальных поступков. Посмотрел в интернете некрасивые картинки, пожелал своей соседке зла, чтобы у него было то, что у меня. Поэтому, если мы возьмем эти слова применительно к нашей теперешней практике исповеди, то вряд ли мы можем говорить о том, что речь шла именно о такой исповеди в ветхозаветные времена. Скорее, речь шла о неком публичном исповедании веры, которое действительно коренится глубоко корнями в дохристианские времена, в ветхозаветное богослужение. Слова «Ибо вовек милость его» повторяются здесь четыре раза. Стихи 2-й, 4-й начинаются со слов «да скажет ныне». Стихи 6-й и 7-й на древнееврейском языке начинаются с двух слов «Господь мне» или, по-другому, «Господь для меня», то есть «Господь на моей стороне». Восьмой и девятый стихи начинаются также с одинаковой фразы «Лучше уповать на Господа». В 10-м и 12-м стихах мы четыре раза слышим одинаковые слова «Они окружили меня, и три раза именем Господнем я низложил их». В 15-м и 16-м стихах есть тройная ссылка на десницу Господа. Главная задача вступительных слов данного гимна подчеркнуть непоколебимость любви Господа. Его любовь к своему народу никогда не прекращается. Его любовь длится вечно. Он любит всегда. В 5-м и 21-м стихах царь или лидер общины рассказывает, как Господь его защитил. Его войска находились в стесненном месте, но Господь вывел его на место просторное, пространное. Употребленное в 5-м стихе слово «теснота» может означать не только узкое место, то есть какое-то ущелье или межгорье, но и душевную боль муку. Зажатый врагами со всех сторон, подавленный душевно, оратор возвал ко Господу и получил избавление. Теперь он уже ничего не боится, потому что Господь на его стороне. Он уверен, что враги являются всего лишь смертными людьми и поэтому не могут причинить ему окончательного вреда. 6-й стих Псалма с новой силой повторяется в Новом Завете. «Мы смело говорим, пишет автор послания к евреям, Господь мне помощник и не убоюсь, что сделает мне человек?» 7-й, 9-й стихи. Псалмопевец с триумфом смотрит на падение своих ненавистников. Он знает об этом не со слов своих визирий, он взирает на победу своими собственными глазами. Если говорящий является царем, значит, под врагами подразумеваются не какие-то личные недруги, какие-то недоброжелатели из среды близких, дальних родственников или министров, полководцев или влиятельных, состоятельных, богатых людей, а полки иностранных завоевателей. 8-й и 9-й стихи дважды повторяют одну и ту же истину. Господь предлагает большую безопасность и защиту, чем любой человек на земле. Уповать значит найти убежище, безопасность, защиту, положиться на Бога, довериться Ему. Упомянутые здесь князья не обязательно обладают царской властью. Таким словом, в Библии могут обозначаться в целом могущественные, влиятельные люди, вожди, вельможи и даже знаменитости. Вполне возможно, что речь идет в данном псалме о каких-то полководцах иностранных императоров. Далее рассказчик немного детализирует сведения об одержанной над врагами победе. Его окружали все народы, или, если читать буквально по тексту, все язычники. Слово «все» здесь, конечно, является гиперболой. Вряд ли автор хотел подчеркнуть, что в числе окруживших его людей были представители всех языческих народов планеты. Окружив его, они уже были близки к победе. Однако Господь не дал этому случиться. Фраза «именем Господним» не означает, что псалмопевец действовал как представитель Бога на земле. Но Бог действительно дал ему прилив сил для победы над врагами. Как Господь попустил ему попасть в окружение, точно так же Господь помог ему уничтожить врагов. Глагол «низлагать», который употребляется в 10-12 стихах, здесь употреблен со значением «отражать», «парировать». Но в других контекстах он буквально означает «обрезать». От корня этого слова получил свое номинование «обряд обрезания лиц мужского пола». Если учесть этот оттенок, выходит, что под язычниками автор псалма вполне мог подразумевать филистимлян, которые не практиковали обряд обрезания. Или египтян. Таким образом, главный герой псалма именем Господнем отрезает победу у необрезанных язычников. С точки зрения тактики военного сражения таким отрезанием могло быть отделение и изоляция части войск противника от основной части атакующих сил. Так, отрезая часть за частью, еврейский царь мог постепенно победить превосходящие силы противника. Многочисленность солдат вражеского войска псалмопевец сравнивает с роем пчел. По книге «Второзаконие» жители Ханаана спускались с гор и жалили пришедших туда иудеев, как пчелы преследуют своих жертв. Еврейский текст говорит, что их активность угасла так же быстро, как угасает огонь в терновом кусте. Септуагинта говорит, что они быстро перегорели. В этом разница между двумя источниками. Угасли и перегорели. Но обе версии согласны в том, что ярость врагов пылала, как огонь, но этот огонь быстро улетучился, потому что носителем его был дикий колючий и сухой кустарник, который быстро воспламеняется и быстро сгорает. Такой огонь в ветве терновника подобен огню сухой травы или соломы. Слова «меня сильно толкнули» 13 стих говорит о том, что герой псалма был уже на грани поражения. Он был почти побежден. Наиболее привычной парой эпитетов Бога по ветхозаветным гимнам являются сочетания слов «Господь – моя сила и моя крепость». Безусловно, Господь для человека является не только источником сил, крепости, но и вдохновения. Видя Божью благость, в сердце человека рождается благодарственная песнь, словословие. Отсюда и двузначность исходного еврейского слова, которое может быть переведено на русский и как крепость, и как песнь. Так, в книге «Бытия» таким словом «земра» обозначены лучшие, то есть крепкие плоды земли. А в псалмах однокоренным словом «земра» обозначена песнь, которая исполняется в сопровождении музыкальных инструментов. В некоторых случаях в русском переводе эта песнь обозначается словом «псалом». Отсюда и синодальный вариант перевода. «Господь – сила моя и песнь». Некоторые иностранные толкователи предлагают за этой песнью видеть даже боевой клич. Однако такой перевод нам видится уже некоторой натяжкой. «Господь стал моим спасением, потому что поддержал меня». Под праведниками, упомянутыми в 15 стихе, подразумевается в целом израильтяне, а не только те из них, кто отличался особым благочестием или приверженностью закону. Они празднуют в своих домах победу. За словом «жилище» в исходном тексте псалма стоит понятие «палатка», «тент», или, как в славянских текстах, «куща». В таких шатрах проживали евреи во время многолетнего странствования по пустыне. В таких шатрах могли ночевать солдаты во время военных походов. Такие шатры могли служить домами для путешественников или в целом для тех кланов и племен, которые вели кочевой образ жизни. Поскольку в период монархии евреи уже проживали в домах, сооруженных из камней, следовательно, употребление слова «шатер» Скиния должно было отсылать читателей псалма к истории исхода из Египта и таким образом служить литургическим мостом с праздником кущей. Слово «десница» также переносит нас в текст книги «Исход», где сказано «Десница твоя, Господи, прославилась силой». Десница твоя, Господи, сразила врага. Правая рука считается традиционно более сильной, чем левая. Господь использует силу для победы над врагом. Могучая десница Господа поднимается вверх по 16 стиху. Значит, он сам выходит на поле сражения. Господь творит силу, означает, что он действует храбро, отважно. Интересно, что поднятая вверх рука предводителя войска могла также служить жестом победы. Знаком победы. Господь спас героя Псалма от смерти. Он спас, но при этом строго наказал. 18 стих. В других Псалмах такое наказание обычно предполагает тяжелую болезнь или преследование со стороны личных врагов. Здесь же речь идет о поле боя. Бог вырвал его из челюсти смерти, чтобы тот возвещал всем дела Господни. Наказание оказалось благотворным, ибо Господь наказывает, когда желает вразумить, дисциплинировать. Какой именно недостаток оратора стал причиной для наказания, нам не говорится. В Псалме нет упоминания о гневе Господа. Значит, речь идет не о наказаниях за грехи, а о приобретении нового опыта жизни, новой задачи с препятствиями, которую тренер ставит своему доверенному спортсмену. Видимо, автор Псалма воспринял данное испытание как жестокое, строгое, но при этом необходимое. Поэтому он не ноет и не ропщит, а благодарит Бога. Бог для него прибежище и сила. На войне скорый помощник в любых бедах. Мы ведь хотим Бога все время представлять себе таким, знаете, автоматом для благ непрекращающихся. А если мы Бога называем отцом, то он поступает как отец. Отец должен воспитывать. Мы с вами дети Божьи, и слава Богу, если мы так себя считаем. Но надо быть реалистами. Мы достаточно дети строптивые, своевольные, свой характер, плаксивые. У нас много разных человек есть характера. Если кто-то себя назовет святым, честь и махвала. Но я себя не рискну назвать святым. И поэтому иногда Господь применяет какие-то меры для того, чтобы меня вразуметь. Но речь идет действительно не только о наказании. Речь идет о какой-то новой задаче. Ну вот представим себе, допустим, вы работаете рядовым бухгалтером в какой-то крупной компании. И вдруг ни с того ни с сего к вам приходит директор и говорит, слушай, у нас освободилась вакансия главного бухгалтера, там, не знаю, Лукойла или Газпромбанка. Не желаешь ли ты занять эту должность? А, кстати, должен сказать, что я тебя уже порекомендовал начальнику, и уже есть приказ. Так что хочешь соглашайся, хочешь нет. И вот тебе такая возможность. Вы сначала радуетесь первые пять минут, а потом, когда начинаете изучать, почему уволилась добровольно главный бухгалтер и в каком состоянии у вас стоят дела, у вас текут слезы. И увернуться от этого дела вы не можете. У вас есть два возможных варианта. Первый, вы сразу запишетесь на какие-то курсы выше школы экономики и получите суперсертификат MBA и выполните вашу задачу. И второй возможный вариант, это когда вы закроете в чулане, изобразите болезнь, три месяца поболеете, а потом вас сократят. А в первом случае, если вы правильно воспримите сложившуюся ситуацию, ее с честью преодолеете, да, будет грустно, много печали, скорби, придется там разгребать завалы. Но вы действительно состоитесь, как главный бухгалтер. Вы получите общественное признание, может быть, даже премию вам даст начальство, служебный автомобиль с охраной, я не знаю, какие там блага гарантируют, не сталкивался. Но главное, что вы выполните эту задачу, просто выполните, и все, безропотно и так, как это и должно. Для вас это может прозвучать как наказание, но на самом деле это благословение Божие. Точно так же мы можем сказать, когда в семье появляется та или иная какая-то трудность, когда заболевает ребенок, муж становится инвалидом или еще что-то. Это тоже испытание. Вы не виноваты в том, что так произошло, но это вам нужно, чтобы вы стали лучше. Далее говорящий, предположительно, царь переносится ко входу в храм и просит разрешения войти. Подобные диалоги при дверях храма упоминаются не только здесь, но и в 14-м и 23-м псалмах. Голос изнутри, который можно интерпретировать как размышления вслух самого царя, или как голос левитов, которые служили привратниками, указывает на условия входа в храм. Этим условием является праведность, цадик. Праведность как непорочность, справедливость, благочестие в самом общем смысле слова. И, видимо, царь соответствует выдвинутому критерию и поэтому входит в храм с благодарственной песнью за одержанную победу. Врата праведности – это ворота храма, предназначенные для верующих. В контексте данного псалма они становятся вратами победы, поскольку через них с триумфом проходит лекущая народная процессия во главе с царем. В данном случае «праведный» – это общее обозначение для верующего. Все израильтяне, пришедшие в храм для поклонения Господу, вслед за царем входят вратами правды вне зависимости от их личной святости. Врата Господни – это синоним – врат правды. Они так называются, потому что ведут в святилище Господу. Стихи 22-25 вероятно исполнялись хором левитов или всем народом, когда процессия входила в храм. Значение 22-го стиха понять трудно, поскольку мы не знаем, о каких строителях здесь идет речь. Перед нами притча. Следовательно, ключ к разгадке не в букве поговорки, а в самой сути метафоры – краеугольного камня, отвергнутого строителями. Камень как был, так и остался камнем. Он не поменял свои свойства, не изменился. Поменялась оценка роли этого камня со стороны строителей. Они думали сначала, что этот камень лишний, но когда приступили к строительству здания, поняли, что без него здание будет стоять непрочно. В таком случае, вероятно, речь идет о каком-то большом по размеру и ценном по своей форме камне, который не проваливается под землю на песчаном грунте и имеет достаточно ровные боковые стенки. Таким краеугольным камнем мог быть каменный блок, который под прямым углом соединял стены здания. Ошибочно подобранный угловой камень ставил под угрозу прочность всего строения. Некоторые толкователи полагают, что здесь может идти речь даже о неком замковом камне, который венчает арку над входом в дом, в храм или вообще в какое-либо сооружение со стрельчатыми сводами. Евангельские повествования дают намек, что такие важные для строительства зданий камни действительно могли быть смонтированы как у подножья дома, так и у его вершины. Отсюда поговорка. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Поразит на то, что высказанная в псалме поговорка получила свою реализацию в реальных событиях древности. 23 стих показывает то удивление, которое пережили очевидцы того, как Господь совершил неожиданную перемену событий. Перед их глазами пристал не образ камня из поговорки, а отвергнутый человек, находящийся на грани смерти царь, который благодаря Господу стал символом победы. Никто не верил, что он выберется из окружения, но Господь даровал ему победу и успех, что уже само по себе воспринималось как нечто дивное. Об этом свидетельствует весь народ. Вот Господь совершил чудное чудо, дивное дело, и мы видели это своими собственными глазами. Еще раз обращу вас на картинку, да, я процитирую вам евангельские поговорки, да. Итак, слева угловой камень, и справа, в принципе, камни одинаковы по форме. У евреев на самом деле не было сводчатых таких острых сводов. Эти сверху планки, перегородки были плоские. Но представим себе, что если эти камни расшатались, то верхняя перекладина, она если упадет на голову, она раздавит. С другой стороны, если вот этот блок угловой служил ступенькой, ну, допустим, человек поднимался по такой ступеньке, соответственно, если человек споткнется вот такой камень преткновения, соблазна, то он упадет и разобьется. Отсюда мы понимаем значение этой поговорки. Этот камень, он всегда остается камнем, он не виноват, он такой, как он есть. И он действительно очень ценный, дорогой, отесанный, из цельного куска. То есть он был, так сказать, в ходу и ценился дорого. Вот Христос употребляется такому драгоценному камню, еще в силу самой твердости. Ведь образ твердыни, скалы, это по Ветхому Завету образ Бога. Бог моя крепость, Бог моя скала, Бог моя твердыня. Мы с вами об этом в прошлом году говорили много раз в псалмах из первой, второй части еврейской псалтири. Многократно говорили, что Бог — это моя твердыня и скала. И вот, собственно, истина, слово истина, это тоже нечто твердое, незыблемое, непоколебимое, некая твердыня. Вот интересно, что в Евангелии, особенно в Евангелии от Иоанна, когда Христос называет себя истиной, вот там тоже есть такая некая, очень подводная, скрытая аллюзия на эту твердыню. Истина — это то, что не меняется. Истина — это то, что это всегда. Истина — это то, что надежное, то, что тебя не подведет. И вот камень и истина, по сути, делают описание одной и той же самой реальности. То есть Христос, он, с одной стороны, тверд в силу своего мужества, он столько идет на смерть, на смерть крестную. В здоровье, что у Христоса есть истина, и в этой истине есть точка опоры. Это тот камень, на который можно положиться, который нужен, без которого невозможно построить здание, которое будет стоять стойко, несмотря на бури, ветры — это дом, который ставится на камне. И вот мы много встречаем поговорок разных и притч в Евангелии, которые обыгрывают эту идею твердыни. Помните, как дом, который на камне? Есть дом на песке, подули ветры, какие-то воды наперли, и дом развалился. И дом, который стоит на камне, который устойчив к внешнему воздействию. Вот этот креугольный камень, твердыня, истина — это все те образы, которые обыгрывают суть личности и суть служения, я бы сказал, больше не только самого Иисуса Христа, но и самого Бога, явившегося нам воплоти в лице Иисуса Христа. «Сей день сотворил Господь» — 24 стих. «Этот праздничный день — день победы, дело Господа». «Этот день запомнил народ, потому что именно в этот день Бог даровал победу над врагами». Обращение ко Господу спаси же, спешиствуй же, устремлено в будущее. Это молитва с просьбой к Богу и впредь не оставлять своих людей без победы и благословлять успехом и процветанием. Дай успех, благо поспеши. «Изнутри храма священники произносят благословение царю, который входит в дом, посвященный имени Господа». 26 стих. «Поскольку в сражении Господь был с ним, вступая в храм, царь шествует, нося на себе печать его имени. Он низлагал врагов силой имени Господа». Благословение войти в храм получает не только царь, но и вся сопровождающая его группа людей. Об этом говорит форма множественного числа в выражении «Благословляем вас из дома Господня». «Благословляем вас из дома Господня». Выражение «Он осиял нас» содержит некоторую двузначность. Древнееврейский текст говорит о том, что Бог пустил на нас свои лучи света и злил на нас свой свет. Подобное выражение встречается в священническом благословении по книге чисел. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». По септуагинте Бог явил нам свет. «Явления Бога людям сопровождались светом, как на Синае, так и на Фаворе. Для человека, описанного в данном псалме, такой свет был, скорее всего, связан с победой над врагами. Для человека же с новозаветным мышлением греческий текст псалма давал возможность увидеть в явлении Бога проблеск особого света, подобного тому, какой видели ученики Иисуса на горе Преображения. Не случайно слова «Бог Господь и явися нам», благословен гряды во имя Господне, воспеваются за православным богослужением в начале утренней, которая, по идее, должна служиться ночью перед восходом солнца». 27 стих также содержит указания на праздничное богослужение в храме, когда привязанное за веревку жертвенное животное приводилось к рогам алтаря. Рога были небольшими выступами по четырем углам алтаря, которые считались особенно святыми, поскольку в минуту смертной опасности разрешалось за них ухватиться. Некоторые современные комментаторы полагают, что жертвенное животное здесь ни при чем. И Псалом повествует о том, как идущие или танцующие во дворе храма паломники со связками в руках приближались достаточно близко к храмовому жертвеннику. Таким образом, они предлагают видеть здесь не жертву, а приближающуюся к алтарю процессию паломников, которые несли в руках связки зелени, символизирующие плодородие земли, пальмовые ветви, ветви широколиственных деревьев и речных верб. В современной иудейской традиции за праздником Суккот используются четыре растения – Этрог, Лулав, Мирт и Ива, которые символизируют четыре типа людей. Есть люди, соблюдающие законы Тары – они имеют вкус. Есть люди, совершающие благие поступки – они имеют запах. У Этрога есть и вкус, и запах, что символизирует праведников. У Мирта есть запах, но нет вкуса. У Лулава есть вкус, но нет запаха. У Ивы нет ни вкуса, ни запаха. В отношении веревок есть и другие гипотезы, по которым якобы паломники были связаны друг с другом веревками, прикрепленными к четырем углам жертвенника. Однако трудно себе представить, чтобы евреи танцевали вокруг жертвенника наподобие язычников, которые плясали вокруг священных деревьев. Поэтому эту гипотезу мы, скорее бы, признали бы ошибочной. На первом изображении, если мы смотрим слева направо, мы видим конструкцию храмового комплекса. Перед нами два двора, окруженные стенами, и в самом конце второго двора здания храма. Итак, вероятнее всего, когда речь шла о вратах храма, то речь шла об этих центральных вратах. Если вам видна мышка, я их обвожу. Такие почетные царские врата, врата правды. Они находятся в самом низу изображения. Итак, процессия проходила через эти врата на территорию храма. Картинка поздняя. Эта картинка уже некая реставрация того, как мог выглядеть храм во времена Иисуса Христа. Естественно, в момент написания псалма вполне возможно, что все было попроще. И вот здесь мы видим некие ступеньки Никанора, так они называются ступеньками Никанора, на которой стояли левиты, пели какие-то песни богослужебные в основном. И вот сюда, вот в этот двор могли входить женщины. Потом, видно, правила стали более строгими. И во внутренний двор, где, собственно, был сам жертвенник, туда могли входить только мужчины. И этот внутренний двор назывался Двором Израиля. Нам привычно себе представить новозаветный храм, храм православный, христианский, как тот, который разделен на три части. Притвор, собственный храм и алтарь. И для нас самая главная часть – это алтарь, а в центре него находится престол, на котором священник совершает богослужение. Но слово «алтарь» по-другому «жетвенник». Оно в древности обозначало во времена Моисея «Соружение из камней». Картинка, которая находится правее, с изображением жертвенника «Все сожжение». На мой взгляд, она немножко фантастическая. Просто я не нашел чего-то лучше, чтобы вам показать четко эти рога жертвенника. Она немножко фантастическая, потому что по закону Моисеева храм нужно было совершать из камня. Никакого там металла не должно быть, и никакой облицовки, каких-то вычурных орнаментов там тоже не было. Так это какие-то цельные каменные блоки могли быть в период второго храма. Так вот, центр богослужения, то есть богослужение строилось вокруг этого жертвенника, который находился на улице, во дворе. И таким образом, главные элементы праздника, главные элементы обряда, они были не во святая святых в самом здании, куда входили только священники, а кровь вносилась в святая святых только раз в год первосвященникам. То есть здесь, да, поддерживался огонь, на семисвечнике были хлебопредложения, но это была не главная часть самого ритуала, а главное свершалось во дворе. Подвести жертву к алтарю означало приблизить ее близко к самим рогам жертвенника. Рога жертвенника – это выступы по краям. Кстати, в Тельдане, сейчас вы в соответствующем археологическом парке, сможете увидеть реконструкцию жертвенника, который был построен Иераваамом в X веке до Рождества Христова. И там тоже есть эти выступы по краям. В маленьких жертвенниках для техильных воскурений, таких небольших, которые археология сохранила до наших дней, ханаанских, финикийских жертвенниках, тоже есть эти выступы по краям рога. Но я сейчас не хочу вдаваться в вопрос, а что эти рога означали. Может быть, это был символ силы, как у быка есть рога, которым он бодает своего противника, точно та же и у этого жертвенника. Трудно сказать. С точки зрения практической, эти рога были удобны. Если жертв было много, они не сползали с этого жертвенника. Итак, на жертвеннике горел огонь, его нужно было всегда поддерживать. И вот тушу жертвенного животного клали прямо на огонь. Поскольку мы можем себе представить, что угли они имели, а какую-то горку, еще сама жертва, то все это могло сползать. Эти рога они, так сказать, удерживали. Интересно, что и сейчас, при совершении диаконской и священнической хиротонии, обходя трижды вокруг жертвенника, ставленник целует его края. То есть те места, где в древности, в Ветхом Завете, были соответствующие рога. По Пятикнижию Моисеева место, где находился жертвенник, было местом убежища. То есть человек, которого следовал мститель, он мог ухватиться руками за рога жертвенника, и это могло дать ему какое-то избавление или передышку, пока будет проходить какое-то разбирательство, заседание суда. То есть, конечно, это не всегда гарантировало избавление от смерти, но на какое-то время служило убежищем, избавлением, потому что мститель не сразу мог убить этого человека, нужно было провести дополнительное разбирательство. Итак, мы с вами говорили о процессии. Она начинается снаружи, потом она выходит вовнутрь. Где-то здесь изнутри поют священники-левиты. И потом, наконец, подводится жертва к самому алтарю. Здесь мелким, очень размером, обозначены такие точечки. Это столбики, к которым привязывали жертвенные животные. Но типовое жертвенное животное это агнец, ягненок. И вот эти агнцы, заготовленные, то есть вычищенные, уже отмытые, они стояли здесь на примязи, пока совершалось заклание других жертв. Вот таков был культ. Итак, жертвенник, я вам объяснил, что такое жертвенник, но лучше было приносить Богу жертвы животных, чем людей, как делали это хананеи некоторые. Это раз, во-вторых, все-таки кровь за кровь, такой есть ветхозаветный принцип. И таким образом, животное, оно как бы служило выкупом по отношению к человеку. Возместительной жертвой за его грех, а представьте себе, каково было приносить заботливому пастырю, своего ягненка, рода, которого он принимал, год растил, может быть, там, из какой-то сосочки молоком кормил, потому что приносили-то ведь годовалых агнцев, молоденьких-молоденьких, при том, приносили, как правило, от первого приплода. То есть второй ягненок может быть и не родится, а может быть и не будет такие шикарные агнцы. И вот ты год выращиваешь и потом отдаешь уже это приношение. Конечно, было жалко, поэтому люди старались не грешить, чтобы меньше жертв в храм носить. А сейчас из своего собственного ребенка отдают в детский дом, не каются и продолжают грешить. А уж я не говорю про котят и собачек, которых топят, убиваясь, стерилизуют. Вот зачем держать дома животных, домашних, дого в однокомнатной квартире и выгуливать его 15 минут? Ему нужно минимум 2 часа погонять по полю. Я этого не понимаю. По части праздника введения во храм Пресвятой Богородицы мы ничего не можем сказать. Это апокриф, который имеет под собой очень хорошую этическую основу и очень похож на то, какая была этическая жизнь ветхозаветной семьи. Но надо взять во внимание, что в теперешних богослужебных текстах есть два важных термина и словосочетания. С одной стороны, речь идет о том, что дева вводится в храм благодать соврадящая, а потом удивляются окружающие люди, как она входит во святая святых. Вот современные исследователи, они дискутируют, а куда она могла войти. Если мы возьмем во внимание период жизни Иисуса Христа, то есть период в теперешнем исчислении первого века, представить себе, чтобы женщина могла войти во святая святых, даже во святая, даже во внутренний двор практически невозможно. Ирод Великий, который делал реконструкцию храма, он вынужден был обучать священников каменно-тесному делу, потому что они не позволяли, чтобы рядовые рабочие, пусть даже евреи, занимались облицовкой самого здания храма. Поэтому нам нужно взять во внимание, что если мы храмом считаем всю храмовую платформу, а так оно и было, то дева вводится до ступенек, вот до тех самых ступенек, на которых, как правило, священник благословляет младенца и принимает от семьи жертву за первенца. Вот как Иисуса Христа, где Симеон мог встречать на вот этих ступеньках Никанора. Они священнику Иосифа и Марии приносят жертву двух голубиц, он принимает навыки, благословляет и отдует тут же ребенка родителям. Кстати, очень интересно, что и сейчас в православном чине воцерковлении младенца предполагается вот что, вот этот чин воцерковления, за которым поются псалмы, он должен совершаться не в конце таинства крещения, а гораздо раньше, то есть фактически перед началом собственно чина крещения, то есть после оглашения, оглашение совершалось притворе. так что дело священник, он берет на руки младенца и его вносит в храм со словами «вне дух дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему», а мальчика обносят вокруг алтаря. Вполне возможно, что и в древности это тоже была такая практика, поэтому и современные ученые, они, ну, как правило, это критики, они говорят, что в принципе древние израильтяне в период первого храма они могли гулять вокруг храма, особенно мужчины могли даже там танцевать, какие-то хороводы водить, вокруг храма, это не было настолько строго и запрещено, как в период второго храма, когда благочестие было более сугубым, серьезным, ревностным и строгим. Во всех отношениях слова этого богослужения во втором храме было более ригористичным, более таким, так сказать, скрупулезным. Поэтому представить себе, чтобы девочка вошла во святая святых, это невероятно. Просто невероятно. Вот то, что она могла подвестись к этим ступенькам, войти в храм, а сам храм на земле был святая святым, это возможно. Надо ведь очень четко понимать, что контексты канонов, особенно каноны Андрея Критского или Косьмы Майумского, они писали с христианами, которые никогда в жизни не видели, как выглядел ветхозаветный храм. Они писали в проекции через призму их видения новозаветного храма, который во многом отличался по своей сути. Если учесть, что в новозаветном храме алтарная преграда отсутствовала, и вхождение царских врат, это вообще были врата в храм. То есть главные врата храма, через который входил император византийский, они назывались царскими вратами. А внутренней преградой, как сейчас, ее не существовало. Престол, то есть за которым совершали трапезу, евхаристию, он находился ближе к центру храма в древности. И поэтому писатель новозаветного канона, он вполне мог себе представить, что девочка заносится в сам храм, потому что храм он цельный, там нет разделения на святая и святых, и этот храм он и называется святая и святых, потому что так называлось само здание. Вот. Могло называться само здание ветхозаветное. Правда, вот у некоторых в меньшем количестве исследователей православных я встретил такую гипотезу. Она тоже имеет место быть, но тоже, к сожалению, через ретроспективу нашего теперешнего богослужения. Но будем реалистами. в храме ведь кто-то должен был убирать пыль, грязь, остатки сжигания жертвенных животных, уголь и так далее. Может быть, конечно, там была тьма от мощи левитов, среди некоторых из них были профессиональные тех, которые занимались клинингом, профессиональные уборщики. Но некоторые исследователи предполагают, что все равно какие-то женщины ткали одежды при храме, могли девочки воспитываться в одном из таких вот помещений подсобных. Или вот дальше, видите, есть такие комнаты под крышей, в которых в одной из них было заседание сендериона, такие комнаты для совещаний. И там могло быть какое-то воспитание детей при храме, учебный процесс. Жили-то они по факту чуть поодаль, но целый день там пребывали, поэтому можно было в кавычках сказать, что там младенец Богородица жила при храме, потому что день и ночь она там была. Какие-то ремонтные работы по облачению наверняка были. И поэтому в принципе некоторые исследователи считают, что женщины могли не только ткать завесу, которую разделяла святая святая святых внутри храма, но могли ее штопать, ремонтировать и даже рискну повторить их мысль вешать внутри самого храма. И таким образом можно предположить, что вне богослужебное время на самом деле были такие периоды, когда женщины гуляли по внутренней части храма. Вот так. Но это гипотеза. Если следовать иудейской традиции считать Иосифа Флавия, представить себе, что какая-то девочка могла пересечь эту загородку, это просто невозможно. Вот посмотрите, как у апостола в книге Диане сказано, что апостол Павел якобы вел язычника, при том вел его не во внутренний двор, а тут за эту перегородку, там еще была внешняя такая перегородка, сорек, и уже какой-то шум, гам, то есть с точки зрения того, что доносят до нас древние тексты, невозможно, чтобы она входила в то, что мы называем святая святых. Но если, повторюсь, смотреть с христианской точки зрения на всю территорию храма, то это все было святая святых, поэтому авторы канонов не обманывают. Вот та стена, что вы видите на фотографиях, стена плача, ее вот вот того, что вы здесь видите, нет. Но под мечетью, которая называется купол скалы, сохранился кусок камня, который предположительно был камнем вот под этой основной частью, и он в том числе предположительно захватывает и то место, которое можно называть святая святы. Почему? Потому что там было преемство после ветхозаветного храма, после разрушения, там стоял еще языческий храм, потом и место это почиталось христианами долгое время, и потом на этом же месте была построена мечеть. То есть у этого места есть такое историческое религиозное преемство. Но является ли та выемка, которую там сверху пытаются как-то определить по фотографиям на этом камне, тем самым местом, куда вкладывался ковчег, это вопрос. Тут больше догадок, больше вопросов, чем ответов. В 28-м стихе царь еще раз благодарит Бога. «Ты Бог мой», значит, что он поклоняется Господу как Богу и возвещает о его величии. Завершается Псалом заключительным призывом славить Господа в исполнении хора или всего народа. Последняя строка повторяет слова, сказанные в самом начале Псалма. Некоторые толкователи считают, что упомянутый в 117-м Псалме краеугольный камень это указание на израильский народ, отвергнутый великими империями как малозначительное. Мессианское толкование камня, отвергнутого строителями, вошло в плоть и кровь Нового Завета. Во время одной из бесед в Храме Иисус Христос процитировал данный стих Псалма, задавая вопрос, «Что значит сие написанные? Присутствующие за беседы пересвященники и книжники пришли в ярость, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». Апостол Петр называет Христа краеугольным камнем спасения. Он драгоценность для верующих и камень притыкания и соблазна для неверующих. По апостолу Павлу Христос стал краеугольным камнем в основании здания Церкви. Слова «Спаси же», благословят грядущие во имя Господня, упоминаются в евангелийской истории входа Господня в Иерусалим, ну а также в завершении беседы Иисуса с книжниками и фарисеями в Великий Вторник Старостной Седмицы. Древнееврейская фраза «Спаси же» была транслитерирована в греческом тексте Нового Завета словом «Оссанна» или точнее «Оссанна» на арамейском или «Гошиа-на» на иврите. Вряд ли во времена Нового Завета слово «Оссанна» имело такое высокое значение «Спаси, избавь, как в древности». Вряд ли Христа встречали с соответствующим криком в знак радостного приветствия и одобрения его появления у стен Иерусалима. Примечательно то, что данный возглас вошел в текст Евангелия без перевода, что может говорить не только о литературной преемственности новозаветных текстов от ветхозаветных, но также и о литургической преемственности, по крайней мере, о частичном перетекании элементов из ветхозаветного богослужебного обряда в новозаветный. Обращу внимание, что есть предположение, есть утверждение, что данный псалом имеет историческую привязку не только к празднику Суккот, как сейчас он потребляется за синагогальным богослужением или просто в иудейском обиходе, но тоже и за праздника Ханука, праздник света, связанный с очищением Иерусалимского храма в 163 году до Рождества Христова маккавеями. В этом случае интерпретацией данного псалма или его применением по отношению к этому очищению храма также мог быть образ этих язычников, которые окружают, со всех сторон обступают. И уже, казалось бы, не было никакого спасения и избавления для израильского народа, но тем не менее Господь помог, храм очистили, заново освятили и заново привели жертву к рогам алтаря. Итак, на самом деле есть еще некоторые намеки на промежуточные стадии, на мессианскую интерпретацию данного псалма до того, как авторы Ново Завета применили образ камня исключительно к личности Иисуса Христа. Но то, что за этим камнем стоит личность, как мы уже с вами проговорили, видится изначальная задумка автора псалма. Вопрос в том, кто это царь. В межзаветный период такого царя из потомков Давида не было. И таким царем отраслью Давида явился Иисус Христос. И поэтому вполне логично, если этот псалом царский, воспринимать в этом краеугольном камне того самого царя, который одержал победу. Но через призму новозаветного богословия, конечно, это победа не столько над книжниками, фарисеями, личными врагами или язычниками, языческими народами, обступающими его, сколько, что самое главное, победа над смертью, дьяволом и обступающими Христа со всех сторон, падшими ангелами его. от пожилой, не убрали, аминь, да, аминь, не убрали,